всем добрый день мне очень приятно приветствовать вас на нашем бесплатном вебинаре javascript вредные советы напомним меня зовут тарасов алексей владимирович и я веду курсы по веб направлению это html это javascript о котором мы сегодня будем говорить а также это печки мыской основные курсы по в направлении наша сегодняшняя встреча посвящена вредным советом javascript такой своеобразный вот встречи когда я советую как делать не на а вот как делать надо этот вопрос остается за кадром почему такой формат нам интересен во первых мы можем общаться с вами дополнительно те кто уже курсы у нас проходила я знаю что несколько человек таких есть они вспомнят о чем мы беседовали на наших занятиях javascript основы может быть что-то из javascript расширенного тоже вспомнят а те кто на курсах не обучался если они знают javascript они будут озадачены возможно чем-то если не знаю javascript они слышат некоторые начальные термины и задумаются а когда же взяться основательно за программирование за скриптовое программирование и либо самостоятельно по книгу изучить либо прийти к нам на курсы ко мне на курсы и уделить некоторое время там замечательным языком программирование значит вопросы можно задавать сразу же по ходу рассказа по ходу беседы это всегда приветствуются мы обычно вопросы задаем прямо в чате здесь вот в этой программе через которую вы наверняка сейчас смотрите нас некоторые я знаю ведущие подобных вебинаров предлагают задавать вопросы одновременно там в твиттере и фейсбуках контактах ну мы честно говоря так еще пока не очень с этим совладаем совсем сразу вместе поэтому у нас такая удобная тесная сборка поэтому если что пишите сразу же я постараюсь на них на всех ответить олег говорит звук пропал а сейчас как раз два три а все отлично все наладится ну так вот будем решать любые проблемы значит начнем с того что наверное нам нужна будет презентация которую мы сегодня будем пользоваться и я постараюсь сейчас вам отправить презентацию через чат во-первых посмотрите пожалуйста сейчас у всех в на страничке чата должно идти что-то и на всякий случай я продублирую как бы ответ на вопрос сейчас олег задал вот сюда это презентация в формате pdf с основными кадрами которые я посчитал нам понадобится для работы то есть там не все моменты которые я сегодня могу рассказать также чтобы активировать тех кто был и не был на курсе я отправлю вам в чат адрес группы джаваскрипта по джаваскрипту которую я поддерживаю и приглашаю туда всех выпускников своих курсов джаваскрипт основы джаваскрипт расширенный так что если вы были на моих курсах и еще не в группе скорее добавляйтесь и напоминайте мне об этом а если вы еще не были на моих курсах то приходите и после этого я конечно обязательно вас добавлю группу ну а сейчас пожалуй мы наверное начнем нас не так много как хотелось бы да как ориентировались но я думаю что народ со временем подтянется давайте спеша начнем и так большинство вещей которые мы сегодня озвучим они позволят вам ухудшить ваш сайт ухудшить ваш коды потому что они будут являться вредными советами так поехали первый вредный совет никогда не читайте умных книг там написано все что и так уже всем давным-давно известно набивайте шишки так сказать на задачах в режиме онлайн я не советую вам читать книги ну во первых книгу стояна стефанова javascript шаблоны эта книга предназначена для разработчиков которые уже сталкивались с джаваскриптом и содержит очень много рекомендаций по написанию кода как основ скриптов так и продвинутых вещей связанных с объектами функциями и так далее дальше книжка которая не должна стоять у вас на полке и и и не надо всегда никогда не под рукой это джаваскрипт подробное руководство наверняка вы узнали так называемую книгу с носорогом как называют ее наши слушатели дэвид флэннаген автор книги автор это огромного пособия больше чем 1000 страниц фундаментальный такой труд ну и я с радостью хочу вам не порекомендовать книгу николаса закасом она вышла относительно недавно я в числе первых покупателей этой книги оказался достаточно неожиданно приятная книга хотя написано что она для профессиональных веб разработчиков читая даже начальные главы этой книги я для себя там что-то обнаружил нашел и некоторые вещи достаточно удивительные толково описаны пока еще не могу сказать однозначно кто побеждает больше флэнаген или заказ но в заказ уже на моей полке я заслужил свое место и сейчас я его подсчитываю вам не советую вредный совет значит начнем по порядку я думаю что с основ языка поговорим немножечко о переменных немножечко о разных конструкциях других ну а потом я думаю что если у нас появятся вопросы я постараюсь вам дать вредный совет по каждому вопросу который прозвучит и так первое первый наш совет это используйте в названии переменных буквы любых алфавитов ну если вдруг кто-то не знает то на самом деле мы можем использовать при программировании не только символы латинские символы английского языка да но и также нашу кириллицу арабскую вязь китайские символы и так далее обосновывать применение этих символов можно легко а именно мы ведь работаем например на нашем языке да мы используем русский язык почему мы тогда не работая с консолью я сейчас запустил консоль в браузере chrome вам не надо это делать почему бы нам не использовать обозначение какие-нибудь типа вот таких вот зарплата зарплата равняется ну там побольше нулей смотрим букву ж туда добавлять не надо у меня не произошло никакой ошибки теперь если я начну собирать переменную зарплата в консоли то нажатие enter приведет не к тому что я будет заведен какой-то результат работают сейчас я попробую использовать в качестве перемены какой-нибудь символ совершенно далекий тех которые мы привыкли я забираюсь на сайт юникод тейбл точка шо но кто не сталкивался с этим сайтом наверняка все равно знают что существует такая таблица символов как и не год и вот этот сайт мне нравится тем что здесь представлено огромное количество символов из таблицы и не под не как на родном сайте проекта и не код орды а в несколько более удобном виде прокручивые символы вы можете сразу одновременно наблюдать а где применяются символы того или иного алфавита ну пожалуйста можно даже посмотреть в какой стране это выбирается есть я попробую взять какой-нибудь символ достаточно специфический такой который мы возможно не видели что это такое дева на гарри буква попробуем с вот этой буфочкой все повести а забираюсь к нам опять же в консольку и записываю вот здесь эту перемену пожалуйста вот она переменная можно смело друзьям сообщить что мы уже работаем на неизвестном языке будет сейчас выводиться какой-то результат да будет внутри этой переменной все хранится и так мой первый вредный совет используйте почаще переменные с непонятными названиями это приведет к тому что ваш код будет запутанный разработчики будут озадачены коллеги по работе вот а если вдруг ваш код будет работать на станичке с неправильной кодировкой то и вообще там разобрать ничего будет нельзя следующий совет это неиспользование верблюжья нотации я надеюсь все помнят что такое верблюжья нотация ну а если даже не помнят это легко вспомнить узнать повторить и так далее идея заключается в том что когда мы записываем переменную с состоящие из нескольких отдельных слов у нас получается достаточно страшную порой названию ну например там скажем my first day когда переменная записывается вот так вот подряд из нескольких букв то в этом случае у нас получается нечто напоминающие нам совсем длинный славянский текст когда все содержимое писал спорте вообще даже без пробелов и разделить отдельно слова было сложно это переменная конечно будет работать использоваться но это считается плохим стилем я поэтому решил сделать вам вред совет работать именно вот ну а если мы будем говорить о верблюжьей нотации может быть кто не слышал то отдельные слова записываются записываются в верхнем регистре и у нас получается достаточно читабельные хорошо представляемые перемены my first name my first name чтобы наша беседа наша встреча была более интересной кстати говоря кто помнит знает это одинаковые переменные сейчас описаны или это совершенно разные переменные в джава скрипте записаны с буквами записаны вниз верхнем и нижнем регистре так пожалуйста у кого-то те варианты разные разные абсолютно верно это разные переменные ну вот для кого-то я вижу этот ответ пригодился вообще-то разные разные переменные конечно это разные переменные на всякий случай убедиться в этом можно задав одно из переменных значения и потом выводя второе значение мы видим что переменная с определенное но не заданное значение выводит undefine а та которую мы присвоили единичку она вводит единичку ну вот кто-то знал уже это давным-давно а для кого-то это будет достаточно новая информация двигаем дальше следующий вредный совет никогда-никогда не пишите комментарий к переменам часто на первом курсе джава скрипта мы решаем разные интересные задачи одна из интересных задач которые 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 я уже достаточно серьезно надоел по моим моим слушателям это задача нахождение ипотечного платежа ипотечного платежа в этой задаче нужно несколько переменных и там их порядка там трех-четырех можно обойтись еще и меньшим количеством так вот когда мы описываем эти переменные я всегда сначала указываю их перечень например вар с испытая там п там н возможно какие-то еще переменные вот такие вот да и у меня получается вот такой вот списочек можно ли вот так вот эти переменные объявлять в одну строчку или нельзя ну если вы с языком javascript сталкивались то вы знаете что так вот делать можно но возникает вопрос а а как же их тогда прокомментировать ведь комментарии по идее нужны для того чтобы другой разработчик понял о чем мы с вами ведем разговор о чем мы ведем речь следующий вариант который у нас может нам понадобиться это вот такой вот вариант обратите внимание как плохо я делаю как некачественно я описываю все перемен с одной стороны я могу описать теперь или написать теперь комментарии к любой переменной комментарий 1 и так далее 2 3 4 но а что если у меня будет 10 переменных вообще большое количество переменных в основной части скрипта это плохая идея но вдруг и у каждого будет вар во-первых код становится более содержащим лишние символы это очень плохой подход как же тогда мы можем сделать в этом случае мы берем и мы можем записать объявление переменных вот таким вот образом разместив каждую переменную через запятую на новой строке вот здесь еще один подвох очень интересный как вы считаете вопрос будет очень простой мой совет размещать переменные через запятую но с одним оператором вар относится к вредным советам или к полезным вопрос подвохом полезный или вредный совет размещать переменные с одним оператором вар через запятую так в плане объема полезен отлично ведь самое спасибо сергей тоже говорит что полезный вар из комментарии так ну я вижу что нет людей которые бы считали этот вариант не полезным я очень рад потому что на самом деле это действительно достаточно профессиональный подход когда мы записываем переменную и потом после нее можем записать комментарии обратите внимание что комментарии у нас может быть и однострочный и многострочный комментарий 1 обратите внимание , идет до комментарии почему если мы поставим запятую после комментария у нас будет проблема это односточный комментарий значит он действует до конца строки а значит следующие переменные пойдет само по себе то есть так вот нехорошо поэтому я запятую оставляю вот здесь мой вредный совет назывался не пишите комментарии к переменам и я в принципе сказал зачем они нужны комментарии чтобы разработчик какой-то мог разобраться в наше описание но есть очень серьезное очень серьезный такой вот фактор по которому комментарии можно и не писать а именно это фактор объема кода обратите внимание что коды которые содержат вот столько символов сколько у нас 19 символов вместе с пробелами 15 15 15 выбранных символов и вот этот вот коды 84 символа они отличаются достаточно существенным количеством символов а значит вот такое содержимое такое содержимое будет грузиться достаточно дольше поэтому я сейчас ошибочно подчеркиваю что комментарии писать не надо чтобы кода грузился быстрее в чем подвох в чем вредность этого совета может быть кто-то знает то есть с одной стороны комментарии нужны чтобы пояснить коды с другой стороны я бдительно показал что объем кода у нас возрос но вскидку почти в шесть раз так товарищи делимся своими знаниями соображениями очень интересно будет что вы думаете по этому поводу да и первый ответ сразу закрывает весь вопрос роман отвечает нам что убрать комментарии можно автоматически а вот из а вот автоматически добавить его нельзя абсолютно верно это совет настоящего мастера дело в том что существуют достаточно удобные средства мы не будем сейчас они говорить которые могут убирать комментарии в автоматическом режиме не у самого вашего скрипта а у копии вашего скрипта то есть опытные разработчики они пишут скрипт с полным набором комментариев а потом автоматическом режиме создается копия скрипта убираются комментарии происходит минимизация кода и у вас фактически вот получается что на сайт вы выкладываете вот уже вот такой вот кусочек а в исходниках у вас все хранится кажется я залез не туда куда нужно и рассказал секрет который может считать полезным советом ну и рад что некоторые уже и так об этом знают дальше следующий вредный совет можно не использовать оператор вар в чем идея оператор вар как мы знаем у нас отвечает за что это такое открылась не то у нас отвечает за создание перемены вар от английского variable и вот когда я сейчас переменные создавал мне вот здесь тоже он присутствует ну как бы возникает вопрос а можно без вара писать переменные будут ли они работать это будет замечательный вредный совет дело в том что переменные без вара тоже будут работать нас вопрос остается открытым а чем же это плохо почему же сайт этот совет вредный этот вопрос у нас останется открытым так что ваша задача будет после семинара обязательно вернуться к нему забраться может быть книги а может быть посмотреть какой-нибудь из наших вебинаров бесплатно и сделать соответствующие выводы следующий совет это не ставить точки с запятой в конце инструкции ведь они не обязательно действительно можно ли не ставить точки с запятой в конце инструкции обратите внимание сейчас в консоли я набрал инструкцию присвоить тройку и точку с запятой не поставил при этом у меня никакой ошибки не выдалось если я буду использовать написание кода внутри какого-либо редактора или даже можно использовать какой-нибудь сервис для быстрого написания и тестирования чтим или css и джава скрипта я выбрал кодп на я то мне также не будет ошибок при разработке обратите внимание я сейчас делаю то же самое создаю переменную назначаю какое-нибудь значение переношу его и потом использую конструкцию одну из конструкций для вывода на экран пожалуйста через несколько секунд даже мгновений я вижу что у меня в основной части странички отображается пятерка пятерка почему ошибка не произошла потому что можно не указывать точки с запятыми между строчками может быть кто-то нам напишет почему же этот совет является вредным тут даже пожалуй два ответа может быть почему этот совет может являться вредным и так этот совет являться вредным потому что о замечательно александр говорит потому что это правило хорошего тона как бы это ни звучало это действительно правда существуют такие вот дисциплинарные рекомендации которые не приводят к ошибкам но в то же время считаются признаком хорошего тона это касается верблюжьей инновации это касается точек с запятой то есть если я не выполняю рекомендацию просто не выполняю рекомендацию это уже плохо ну кто был у меня на курсе на первом я последнее время рассказываю о том что есть такой замечательный ресурс автор его как же там его забыл как автор зовут но помню что ресурс называется по моему gs link.com а crockford давайте посмотрим что это за ресурс ну-ка так я такой к старой версии ресурсов привык где же тут не вижу старой версии ресурсов но не важно значит в чем идея мы можем ставить код вот в этот gslint.com и посмотреть что нам посоветуют crockford crockford это такой такой человек который достаточно весомый взгляд имеет в мире разработки джинскрипта работает в yahoo и к нему достаточно многие разработчики прислушиваются итак давайте посмотрим что же будет я потерял где он лежит я оставляю мой код в gslint в нашу формочку и говорю gslint обратите внимание что он мне говорит что у меня есть три ошибки первая ошибка что какая ошибка expected найдена а ожидалась точка запятой а найден документ неопределен документ значит две ошибки которые последние они просто вторая ошибка она говорит о том что просто мне используется некоторый объект который у меня нигде не описан мы не будем сейчас это обсуждать просто он не описан а вот первое и последнее говорят о том что ожидали с точки запятой вот это о том что это правило хорошего но есть еще вторая причина когда вот у нас так у нас у нас у нас роман говорил же что убрать комментарии можно в автоматическом режиме у нас и можно в автоматическом режиме уменьшать объем кода который мы используем смотрите я нахожу сейчас в любом поисковике минимизатор ну обычно это делает так minimize джесс вот мне уже подсказывает поисковая строка первый попавшийся беру первый попавшийся называется у меня джесс комплекс это какая-то утилитка которая сжимает на лету джаваскайп это не совсем то что используется опытными разработчиками но один раз если у вас не очень часто встречает самое необходимость сжать код можно использовать я выбираю кусочек кода вставляю его сюда говорю сожми мне его обратите внимание у нас нашелся достаточно умный обработчик кода он сам ставил точку с запятой а бывают обработчики кода которые сжимают этот же код не оставляя точки с запятой ну видимо они не настолько интеллектуально продвинуты как например этот и получается что в арте присвоить 5 и документ в райт они не содержат точку с запятой а вот этот тоже кусок кода он заканчивается ошибкой он уже заканчивается ошибкой это легко можно посмотреть набрав этот кусок кода в консоли мы сразу же получим с вами ошибку так что причин две правила хорошего тона это первое и второе при минимизации нашего кода у нас может получиться билиберда в результирующем коде теперь немножко поговорим о работе о работе с типами данных но опять же чтобы мы не расслаблялись вопрос на засыпку всем нашим слушателям а кто помнит сколько простых типов данных в джаваскрипте простых типов данных в джаваскрипте сколько у нас шесть говорит александр так 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 единогласно практически три выведан доли вот вот уже начался спор уже у нас нет общего мнения никто у нас там не кинулся книжки читать и гуглить нет ну давайте перечислим какие типы данных числа число строк объект не определен значит перечисляем типы данных первое это число отлично это тип данных да это тип данных это у нас буду писать сразу типы по их названию следующее стринги это второй тип данных еще один важный тип данных из совершенно простых это буллин это буллин тип данных или логический тип данных потом у нас есть тип данных undefined 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 вот так он записывается это тип данных для присваиваться тем переменам которые у нас созданы но не заполнены ничем и у нас есть условный подчеркиваю условный еще один тип данных он называется ну ну который описывает как бы такой пустой объект и так всего у нас пять простых простых типов данных в джаваскрипте остальные являются сложными александр уточняет а разве not a number не является простым типом данных пожалуй отвечу на этот вопрос нет он не является простым типом данных потому что у нас в джаваскрипте у каждого типа данных у каждого типа данных есть одноименный практически объект да вот у нам бы например есть объект нам который описывает работу со всеми числами ну скажем так является объектной оболочкой я не буду в подробности залезать а то мы сейчас погрязнем но скажу что есть такой объект нам нам у объекта нам есть свойство нам нам это означает что подчеркнем not a number вот вот так оно шифровывается то есть это свойство объекта нам которое говорит нам о том что то что получилось не является чем не является числом и поскольку вот это свойство оно такое достаточно для нас важное оно так же достается передается и содержится у нашего объекта windows объекта windows тоже есть вот это вот поэтому ну и как бы как это посмотреть как это проверить как это проверить значит смотрите я набираю нам точка и набираю первое значение вот оно нота нам это свойство можно и вот так вот тоже написать и вы можете возразить и сказать а почему же вот так вот работает это же стиль работы ну или как бы похоже на то что это отдельные тип данных нет это не отдельный тип данных потому что мы помним что есть объект windows кто был на втором курсе помним кто не помним узнаем есть специальный объект windows который отвечает за окно на странице и любые переменные которые есть у этого объекта они могут быть записаны без него без этого объекта достаточно вспомнить например что у нас есть переменная т видите вот она переменная т вот она определенная стройка была но если я сейчас скажу window точка т он мне ее покажет поэтому нам не является отдельным типом данных надо об этом обязательно классно идем дальше никогда не используйте работу с шестнадцатеричными а стоп а стоп а а стоп бурю а а что а с а а и так следующий совет не используйте никогда работу с шестнадцатеричными литералами У нас люди, которые HTML проходят, приходят на JavaScript и достаточно серьезно порой удивляются, а зачем? Зачем работа с 16-ти значениями? Нужна в JavaScript? И приходится как-то подталкивать, вытягивать, подсказывать, что действительно она нужна. Например, зачем? Скажем, вы работаете с цветами, с представлением цвета в 16-ти значениях. Например, берете и используете FFFF. Если мы просто так FFFF напишем, это будет что? Что такое FFFFFF? Шесть раз. Это что? Попытка, ну это белый цвет, конечно, если с точки зрения HTML, с точки зрения JavaScript, это попытка вывести переменную, вот такую, с таким названием, которую мы раньше не объявляли. Я ее не объявлял, у меня нигде не была вара, или просто FFFF я ничего не присваивал. Но если я напишу значение это FFFFF, предваряя его символами 0x, это будет означать, что мы работаем с 16-ти ричной системой счисления. Вот он, 16 миллионов 777 тысяч 215. Именно это число в десятичной соответствует вот этому 16-ти ричной вот такому вот значению. Самое интересное, что когда вы работаете, например, с переменными, например, я в T присваиваю значение 0xFFF, вот так вот, да, то у меня запись идет в 16-ти ричном, а в само T записывается число какое? Соответствующее десятичному значению. То есть какое сейчас будет число внутри T? 200, 50, 5, 255. Это легко проверить, если мы это T сейчас еще раз попробуем выписывать. Вот такая вот идея. То есть вредный совет, не используйте 16-ти ричные значения, он такой не универсальный, просто частная, плохая рекомендация. С 16-ти ричными вы должны сделать вывод, работа порой бывает гораздо более удобной. Итак, идем дальше. Следующий совет, наверное, один из самых вредных для начинающих разработчиков. Преобразование типов данных – очень легкая задача в JavaScript. Уважаемые слушатели, дело в том, что JavaScript – язык слабо типизируемый. Это означает, что у нас по-разному могут себя вести, и по-разному могут приводиться типы данных при выполнении каких-либо выражений. У меня сейчас здесь записано три операции, я решил это оформить в виде вопроса к вам. Нужно сказать, что будет выведено в результате вот этих операций. 4 строка плюс единичка, 4 минус единичка, тут тоже строка, и 4 строка умножить на единичка. 4, 1, 3, 4 – это вариант Олега. Александр говорит, строка, число, отлично. Я, конечно, был благодарен, если бы у нас еще и варианты писались числовые. Ну, вообще, вариант Олега, он абсолютно правильный. Я очень рад тому, что у нас с первого раза сразу правильные ответы идут. 4 плюс 1 будет действительно строка 4, 1. Строка 4, 1, потому что при операции сложения, если среди слагаемых есть одна строка, то в этом случае у нас получается и в целом, что тоже строка. 4 минус 1 получается 3, потому что при вычитании строчки у нас строка будет в число автоматически конвертироваться. И 4 умножить на 1 – это один из вариантов приведения явного типа. Действительно будет тоже четверка. Один из вариантов, который я часто привожу нашим слушателям на занятии, когда мы именно эту тему рассматриваем, является следующая задача. Сейчас я попробую ее вспомнить. Сейчас попробую вспомнить. Сейчас, одну секундочку. 4 плюс 5 плюс 6 и плюс 1. Ну, вообще, конечно, надо постараться это посчитать не через консоль, не через браузер, а устно. Вот, пожалуйста, у кого есть какие варианты. 14 – это вариант Александра. Еще варианты. И я так полагаю, число. Правда, да? Так, товарищи, не используйте никакие другие средства. 7, 6, 1 – это вариант Анатолия. 7, 6, 1 – Олег пишет. 7, 6, 1 – пишет Роман. Вариант Романа мне больше всего понравился, хотя все три фактически правильные. Да, в кавычках, да, точно, точно. Абсолютно верно. Смотрите, что здесь происходит. Оказывается, когда мы складываем два, у нас же операторы сложения, они равноприоритетные, у них одинаковый приоритет. А значит, мы выполняем сложение слева направо по очереди. 2 плюс 5 – это же и тут, и тут число. У нас действительно получается 7. Следующее сложение – 7, 6. Если у нас есть строка, то получается, что результатом получается тоже строка. И когда мы складываем это все с единичкой, у нас вот здесь вот появляется тоже единичка. Поэтому действительно правильный ответ – 7, 6, 1. Те, кто сказал так, абсолютно верно все подметили. Значит, нельзя считать, что на самом деле преобразование типов – это такая тривиальная вещь, о которой не надо забывать. Вы можете легко получить ошибку, если вдруг забудете, что во что конвертируется. А еще лучше явно конвертировать самостоятельно числовые или там строчные или другие перемены. Ну и следующий вредный совет. При создании строк используйте все возможные символы кавычек. Я напомню, что у нас при работе с джаваскриптом доступны кавычки, во-первых, одинарные, во-вторых, двойные. А что значит фраза «все возможные символы кавычек»? Оказывается, есть еще символы обратные, вот эти косые кавычки. Раз. У нас есть еще символы кавычек, которые являются елочками. Я не помню, какой у них символ по Unicode. Я точно знаю, что Unicode Table.com, вот эти звездочки, они присутствуют. Так вот вопрос к тому, что можно, все ли использовать вот из этих вот кавычек при работе? Нет, конечно же нет. Используются только первые два вида кавычек, одинарные и двойные. Косые у елочки не используются. Можно ли использовать одинарные или двойные кавычки в перемешку? Да, но только обязательно должна соблюдаться вложенность. Например, вот такую штуку писать нельзя. Одинарные начали, двойные закончили. Вот такую штуку можно писать? Вот такую штуку писать можно. Вот такую можно писать? Нельзя, потому что одинарные находятся внутри как бы одинарных. У нас получится одна строка, вторая строка между ними ничего. Итак, правильные варианты только с одинарными и двойные кавычки. Двигаем дальше. Ну, следующий вариант, который я выбрал, следующий вредный совет, который я выбрал для демонстрации, это работа с унарным префиксом инкрементом и с постфиксом инкрементом. Ну, во-первых, наверное, надо быстренько-быстренько напомнить, что это такое, потому что, может быть, кто-то подзабыл. Значит, товарищи, вот у нас есть переменная t, которая равняет, или даже переменная n, которая равняется единичке. И я вот говорю, что n++ выполнись. n++ выполнись, это означает, что если я теперь n вызову, у меня будет двойка. То есть два знака плюса, написанных слева или справа от нашей перемены, они добавляют к перемене одну единичку. Я специально подготовил небольшой кусочек кода, уже достаточно такой. Ай, такой эксплорер. Сейчас, одну секундочку. Вот он, кусочек кода, откровенно говоря, провокационный. Обратите внимание, что у нас сейчас вот здесь вот располагается. У нас есть маленький кусочек, который определяет переменную t, присваивает единичку, делает плюс-плюс и распечатывает. Кстати, вредный совет не ставит точку запятой, здесь в полной мере соблюден. Теперь, если мы посмотрим на первую циферку, которая здесь выводится, это двойка. Понятно почему. t прибавилось, единица, вывели. Дальше. Плюс-плюс t тоже прибавляет единичку к нашей t и у нас вот здесь выводится двойка. И дальше у нас вот здесь вот еще есть, что там, плюс-плюс t при выводе, где прямо внутри документ в райто. Тоже плюс-плюс t. И тут тоже выводится двойка. И мой вредный совет заключается в том, что да какая разница, инкремент или декремент у нас идет, пост, точнее декремент у нас идет там, или инкремент идет постфиксный, когда у нас отображаются плюсы после t, это называется постфиксный, или префиксный, когда плюсы отображаются до. О, оказывается, по самом деле разница есть. Опытные разработчики никогда не забывают о том, что постфиксный инкремент используется, как и префиксный при тех случаях, вот как у меня сейчас указано, когда нам не важно, до или после вывода мы будем распечатывать. Сейчас попробую другими словами сказать. Значит, у меня выводится и тут, и тут переменная t. Я хочу прибавить к переменной t единичку, а потом это вывести. Вот здесь, вот в этих случаях, разницы абсолютно нету. Что тут вы плюс запишите, что тут вы плюс запишите. Почему здесь нету разницы? Почему? И вредный совет так же звучит. Потому что разница проявляется только тогда, когда мы изменяем t или присваиваем ее одновременно с вот этими вот операциями. Или выводим, как у меня на экране. Например, t равняется единичке. Плюс плюс t означает сначала прибавить к t единичке, к t единичку, а потом ее распечатать. Поэтому у нас вот тут отображается двойка. А вот здесь у меня сначала показано распечатать, а потом прибавить. Выводится единичка, но чему равняется t в результате вот этой выполнения этой операции? Если вы уберете комментарий, то вы обнаружите, что вот тут напечатается двойка. Вот такая огромная разница в этих двух операторах. Казалось бы, это достаточно простая ситуация, простой вредный совет, и выводы из него простые. Но некоторые забывают о этом случае и в итоге допускают серьезные ошибки. Надеюсь, вы будете помнить об этом обязательно. Итак, следующий вредный совет связан с тем, как работают логические операторы. Товарищи, в чем идея? Значит, ну, я надеюсь, что все помнят, что тип буллен, булев тип, содержит всего два значения true и false в чем? В javascript. True и false. Два значения. И когда мы с вами выполняем какую-нибудь операцию логическую над логическими операторами, ну, например, операцию логического или, то у нас результат получается тоже в виде логического значения. У меня там написана операция true или false. True или false. True, false, или. И это я говорю, что будет равно чему true. Ну, кто внимательно изучал информатику в школе, а это сейчас в школе рассматривается, начинается, то они помнят, что логическое или или это то же самое, что это то же самое, что и логическое сложение. Это первое, да. Также они помнят, что и в школе, и во многих языках программирования, и в принципе на машинном уровне мы можем представлять true и false, как единичку и ноль, да. Единичку и ноль. И вот если вот эту взять фразу и написать на языке каком? Псевдо выполнение или как бы псевдоязыке, то логическом, то у нас получится, что true это единичка, логическое сложение это плюс, false это ноль, и это будет чему равняться, вот так вот равняться, и это будет равняться тоже единичке. И как бы делаем вывод, что если каждый раз конвертировать true и false в нолики и единички, выполнять над ними операции, а потом смотреть, чему равны операции, например, единички, то зная, что true равняется единичке, говорить, что будет результат true. Достаточно простая комбинация. Я надеюсь, сейчас всем видна. Если не видна, сразу уточните, спросите, я постараюсь еще раз как-то перефразировать. Вот, но то, что я сейчас сказал, это справедливо для классической логической алгебры или работы с булевыми операциями, это справедливо для такого языка программирования, как, например, PHP, но что касается JavaScript, здесь есть небольшой подбог. В чем этот подбог заключается? В качестве эксперимента или в качестве строчки, которая будет этот подбог решать, я решил взять фразу, которая содержит слово, вот он, слово, строчку, литерал строчечный и булевозначение false. Вот здесь специалист, вот здесь false. если вы помните соответствие между разными типами данных и логическими величинами, которым они преобразуются или которые рассматриваются, то вы можете смело сказать, что специалист это будет true или false. Специалист это будет как бы подчеркиваю true. почему? Ну, потому что у нас все строки очень простому правилу подвергаются, если строка пустая, а что такое пустая строка, две кавычки написал, одинарные или двойные это пустая строка, то она соответствует false. А если у нас хотя бы что-то есть в строке, даже если у нас пробел просто есть в строке, это уже не пустая строка, вот эта строка она соответствует true. Итак, рассуждая в логике PHP или классической алгебры логической, мы можем сделать вывод, что результат здесь будет равняться true. И мы будем не правы, это будет серьезная ошибка, в этом и заключается вредный совет. А что же будет результатом? А результатом будет вот в этой фразе первый из попавшихся трушных операндов. Смотрим, специалист, результатом будет специалист. И вот здесь у некоторых, кто не придавал раньше значения особенно или не знал, возникает некоторый диссонанс. Как в результате работы логического оператора у нас получается не логическое значение, а вообще строковое. Все видят строковое. Можем сейчас посмотреть даже в этом. Где другие в этом. В консоли. Смотрим в консоли. Тот же самый вариант. Специалист. Результат работы логического оператора у нас строка. Товарищи, напишите плюс, если понятно, или промолчите, или напишите минус, если я Америку открыл. Или вопрос, да, вопрос пояснения. Почему это так работает еще раз. понятно почему так говорит Олег, непонятно зачем так сделали в языке. Ну, наверное, сначала все-таки на вопрос Анатолия отвечу, да, хорошо, а потом Олег Новаш. Анатолий, смотрите, я еще раз поясню. У нас, когда мы говорим о фолусовых значениях и о трушных значениях, то мы знаем, что фолсовым значением является во-первых сам фолс ура, ну фолс это фолс, это понятно, да, фолсовым значением является число 0, фолсовым значением является пустая строка 0, других мы пока значения говорить не будем. А true это что? Все остальное. Все остальное. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на вот эту фразу, мы должны рассуждать следующим образом. Специалист это что? Фолсовое или трушное значение? Смотрим, это не пустая строка. Значит, специалист это трушное значение, истинное значение. Это первое. Если это истинное значение, то мы должны эту фразу рассматривать как бы внимание, это очень важно, я подчеркиваю, как бы решение задачи true или false, которую я выше описывал. Если у нас идет true или false, это фактически 1 плюс 0, получается 1, на самом деле первый вариант, вот этот специалист. А раз у нас на этом месте true, мы возвращаемся к предыдущим операциям и смотрим, ага, а тут специалист. И специалист этот вот сюда записываю. Анатолий, я сейчас буду отвечать на вопрос Олега, и возможно это также будет продолжением ответа на ваш вопрос. Теперь непонятно, зачем так сделали в языке. Смотрите, на втором уровне джаваскрипта, на джаваскрипте расширен, там где рассматриваются серьезные вопросы работы с объектами на странице, в том числе дом, бомб и так далее, сложные вещи. У нас там есть очень интересная конструкция, когда мы работаем с некоторыми функциями, вот, вот у нас есть функция, и в эту функцию вот сюда приходят скажем переменные е. Вот какая-то переменная приходит. Ну, кто плохо помнит эту ситуацию, просто представьте, что приходит переменная е, кто знаком с событийным аппаратом в расширенном джаваскрипте, это приходит сюда событие. Это объект. Так, да? И если я не заморачиваюсь, я дальше могу с этим объектом внутри функции работать. Но я заморачиваюсь, я хочу, чтобы у меня все работало кросс-браузерно. Во всех современных браузерах объект Е, он есть объект Е. Но в старых интернет-эксплорерах есть что? Другой объект, глобальный объект. Поэтому я пишу фразу, которая очень напоминает мне вот эту со специалистами и фокусом. Е равняется Е или ивент. Что такое ивент? Это какая-то глобальная переменная. Ну в интернет-эксплоре она постоянно присутствует, она существует независимо от того, хотим мы или не хотим. И вот что получается? Вот тут объект, вот тут объект, а вот тут переменная, к которой мы помещаем результат. Представьте, выполняется эта функция где-то. У у нас в современном браузере интернет-эксплорер 10, фэрифокс, хром, савари, чего угодно. Объект Е существует же? Существует. Значит, вот этот Е попадает в переменную Е и дальше мы работаем с Е. Ой, отлично, супер, да, работаем с Е. А представьте, если мы работаем с интернет-эксплорером, внутри Е вот тут вот хранится что? Что хранится вот тут внутри Е в интернет-эксплорере? Внутри Е там хранится Е равняется null или undefined, что-то там такое, да? А если это null или undefined, значит, вот это фолсовое значение, а если это фолсовое значение, то у меня будет первое истинное, а истинное будет вот это в интернет-эксплорере, вот эта штука работает. И теперь у нас ивент попадает в Е и мы опять работаем дальше с Е. То есть это решает огромную нашу проблему. Так что вот вредный совет по поводу логические выражения работают так же, как и везде, всегда там в институте и в школе и в PHP, не совсем правильный. надо обязательно с этой вещью разобраться и ее четко понимать, как она работает. Давайте я немножко подытожу. Я попробую написать какое-то выражение, которое вы постараетесь вычислить на лету устно-самостоятельно, а мы потом это дело обсудим. Давайте посмотрим, что будет результатом работы. Значит, идет пустая строка, потом идет или, потом идет false, потом идет опять или логическая, потом идет 56 и потом идет опять или и фраза специалист. Вот. Не заглядывая в консоль, не заглядывая в браузер, не выводя через документ write или alert, что будет результатом работы вот этого логического выражения. Пожалуйста. Анатолия сразу два варианта. 57 или 56 или специалист. Так, еще варианты. число 56. Оно приоритетнее. Это вариант Александра. Ну что, может быть, еще кто-то рискнет попробовать себя в роли интерпретатора JavaScript. открытая. ну больше пока никто не успел посчитать. Товарищи, и так, там в зависимости отберется... А, да-да-да-да-да. Олег точно говорит, что там в зависимости от операции берется первый либо последний. Запомнить очень просто. При операции логического сложения берется первый истинный. А при логическом умножении соответственно первый ложный. Поскольку у нас сложение, то берется первый истинный. Это истинный? Нет. Это истинный? Нет. Это истинный? Да. Результатом вот этой фразы будет 56. Понятно, Эдия? Быстренький вопрос вдогонку. Я все одинаковые операторы использую. Там везде сначала было сложение, тут везде умножение. Ну, чтобы опять же мы супер смотрели, а не практиковали сейчас как-то особо. Итак, результатом будет специалист фоллс. Ой, какие классные варианты. Еще кто думает? Значит, еще раз вспомним правило, которое только что озвучивал, когда Олег написал свой комментарий. При логическом сложении у нас ищется первое истинное, а при логическом умножении у нас ищется первое ложное. Поэтому специалист истинное не берется. Пустая строка ложная сразу становится результатом. Вот он. Она сразу становится результатом. До фоллса дело даже не доходит. До фоллса дело даже не доходит. Проверяем. Тринс. Результат пустая строка. Так что хороший вредный совет. Я рекомендую с этим делом обязательно разобраться. На самом деле не сложно. Просто рутинная вещь, которую надо или запомнить один раз хорошо, или понять и в дальнейшем использовать. Хорошо, идем дальше. Следующий совет касается работы с функциями. Я надеюсь, вы знаете, что функция это такой механизм, который позволяет многократно вызывать фрагмент кода, который вы единожды написали. Это очень мощный механизм. Им надо обязательно владеть. и следующие вредные советы как раз по этому механизму. Первый вредный совет это никогда не возвращайте данные из функции. Почему это является вредным советом? Дело в том, что в классическом программировании существует понятие процедуры отдельно и отдельно понятие функции. процедура это как раз то, что никогда ничего не возвращает. Функция это то, что обычно наоборот всегда возвращает какой-нибудь результат хотим мы того или не хотим. Так вот даже на уровне постановки вопроса он является вредным, потому что функция всегда что-то возвращает. Даже если вы явно ничего не написали, она возвращает undefined. Всегда. на самом деле хороший стиль разработчиков, хорошая дисциплина, когда вы всегда используете оператор возврата данных из функций. Какой оператор возврата, я надеюсь, вы сами знаете или узнаете после нашего вебинара. дальше выводите результат расчетов функции внутри самой функции. Очень частая рекомендация плохая, которую многие слушатели даже на подсознательном уровне сами всегда выполняют, даже без всяких отдельных вредных советов со стороны. В чем идея? Представьте, что вы написали какую-то функцию, которая считает ипотеку, выводит календарь, пишет правильное окончание слов в предложении в каком-то и вы все это выводите при помощи например команды документ write. Документ write это знакомая команда, все ее знают, все отлично и тут вдруг оказывается, что вашу функцию кто-то взял и собирается использовать ее для отладки своей работы. А мы все знаем, что отладку лучше производить в режиме работы с консоли. И вот человек набирает эту команду раз, а у вас вместо того, чтобы в консоли она выводила, вводится все где? Куда? В основную часть страницы. Плохо? Ужасно плохо. Если не совсем понятно мое объяснение, приведу другой пример. Вот мы наверняка с вами знаем HTML и CSS. Вот зачем был придуман, введен, разработан CSS? Почему HTML не мог дальше развиваться в каком-то чистом виде, с накоплением количества каких-то атрибутов и так далее? основная основная идея в том, что CSS отвечает за оформление, за дизайн, HTML отвечает за содержимое, а в JavaScript у функции нету такого строгого распределения, поэтому по-хорошему отдельно должны быть функции, которые выводят содержимое, и отдельно должны быть функции, которые занимаются расчетами. То есть есть у нас функция Document Write, это функция вообще-то говоря, метод функции, она вводит, только выводит. Есть консоль Log, что такое Log? Функция, метод, которая выводит результат. Есть какая-нибудь функция, которая рассчитывает что-либо и вот функция рассчитывающая что-либо, находящая какие-то подсчеты, объем куба, объем конуса или зарплату сотрудника, она всегда должна только возвращать результат. Ну и еще два совета, это не используйте аргументы в функциях, опять же такой совет плохой, потому что очень с радостью многими начинающими разработчиками воспринимается, о, не надо аргументы придумывать функции, все хорошо. И второй совет это вы можете использовать несколько функций с одинаковыми именами в своем скрипте. Все будет работать в кавычках говорю я. Значит, в чем идея? Я сейчас покажу, в чем идея. допустим, забрались опять на какой-нибудь скриптик, который я заранее приготовил. Обратите внимание, здесь есть функция F, которая выполняет какую-то работу, а потом выводит результат в консоль логии документ братье. Согласитесь, что такую функцию использовать не то, что в какой-то работе на сайте, но даже в своих черновых разработках очень стыдно. Сразу и тут что-то выводится, и тут что-то выводится. А почему не алертом, скажем, здесь выводится? Можно еще дописать, чтобы еще хуже было. Ниже у нас описан кусочек кода, который содержит функцию, которую выводит, скажем, там привет Васе. Обратите внимание, и первая, вторая функция называются одинаково f, и та, и другая. Возникает вопрос, что выведется у нас, если мы напишем, вызовем функцию f. Обратите внимание, что из перечня всех функций у нас будет вызвана вторая. Кстати говоря, в PHP вообще будет ошибка, а тут нет ошибки, выводится вторая функция. Вопрос первый. Это хорошо? Нет. К сожалению, это отвратительно, потому что возникает путаница. Зачем писать функцию f, если она есть ниже? Это первая проблема. Проблема номер вторая, это функция, которая у нас не использует аргументы, например, я хочу сейчас написать fpete, что у меня будет выведено в результате вызова функции fpete. Ошибки не будут. У меня будет выведено привет Васе, потому что слово Вася у меня зашито внутрь самой функции. Это отвратительный стиль разработки, потому что единственный плюс, который мы приходим, это сокращение кода. То есть вместо вот такого куска мы записываем вот такой вызов. Но гибкости нет. Привет Вася у нас и все. Привет Петя, Коле, Аня, Феде мы уже использовать не можем. Как такая проблема решается? Конечно, не выполнение вредного совета. Вместо пустоты мы говорим например n. Вместо явного указания имени человека, оно наверняка поменяется. Мы указываем переменную вводу. Все. У нас коды пент сразу подсвечивает привет Петя. Сразу результат вводится. Ну вот такой вот вредный совет и его решение я хотел вам рассказать, напомнить. Опять же я подчеркиваю, что это совершенно несложные какие-то нехитрые вещи. Они должны быть понятны интуитивно, вообще известны. Расчет на то, что либо вы где-то что-то не ушли, подзабыли. Да, я вот вижу, пишет у нас следует, что 4 года вообще-то прошло, выветрилось что-то. Да, абсолютно верно. так, а я еще заметил там вопрос был от Анатолия, почему 56 не прибавляется к специалисту. я полагаю, это по прошлому, да, по прошлому кусочку. Ну-ка, почему 56 не прибавляется к специалисту. А, вот здесь, да, в смысле, вот в этом кусочке. Анатолий, вот в этом кусочке, да? Оно не прибавляется, потому что это логический оператор. И этот логический оператор всегда работает по принципу 0056. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Смотрите, вот вы написали 0056.1. Я немножко переформулирую. Оно работает на псевдокоде подчеркиваю. 0011. Вот так вот он работает. И поскольку это логическая величина, он берет вот эту штуку. То есть это абсолютно абсолютно псевдокоды. Поясню еще раз, почему это псевдокод. Вот представьте себе, что у нас есть условия, true, например, и true. То есть, что это означает? Чтобы выполнилось общее действие, мне надо, чтобы каждый из операторов был true. Вот они у меня. Ну, например, если сегодня среда, вот он, true, и если там у нас 8 июля выполняется второе условие, то я веду вебинар. Допустим, если у нас не 8 июля и среда, наверное, мы попали в другой месяц. Если у нас там, скажем, не среда, но 8 число, соответственно, тоже какая-то проблема. То есть, только когда и тут true, будет вместе результат true. Но представьте, если мы сейчас возьмем и, там, скажем, запишем это в псевдокоде. Единичка умножить на единичка будет единичка. Правильно? Вот он, вредный совет, вступает в роль. Вы смотрите на вот этот кусочек и говорите, ну как, вот оно работает, один умножить на один будет один. И вот в этом есть вредность совета. Это вот что с логическим оператором умножения. Но что будет, если мы возьмем и напишем здесь логическое сложение? True или true уже будет true. Хотя, смотрите, опасность в чем? Мы говорим один плюс один. И чем будет равняться один плюс один? И у нас некоторые, я очень рад, что редко, но успевают сказать, что это будет два. Но это неправильно, потому что когда мы этот псевдокод пишем, мы говорим о логических величинах. Это та ситуация, когда один плюс один равняется один. Логическая единица. Поэтому, вот когда вы написали это 0, 0, 56, 1. Нет, это абсолютно нельзя так рассматривать. Нельзя. 56 как число не нулевое является логической единицей. Ну, вот как-то так. Ну, хорошо, двигаем дальше. Область видимости. Товарищи, область видимости это то, как мы видим переменную, пожалуйста, как мы видим переменную внутри функции и внутри самого скрипта. Внутри функции и внутри самого скрипта. Я говорю, что мой вредный совет говорит о том, что не важно, какова область видимости переменной внутри функции. подвох наверно чувствуется. Почему? Потому что потому что мы можем написать очень корягую функцию на самом деле. Вот смотрите. Вот у меня есть скрипт один из тех, который я написал там ссылочку в презентации оставил. Вот это переменная n, которая находится в качестве аргумента внутри функции. Она является какой? Глобальной или локальной? Вопрос очень простой. Рассчитан на то, чтобы вспомнили локальную. Подсказывает олег. Действительно, точно, локальная. Это локальная перемена. Представьте себе, что мы нашу задачу немножечко изменяли. Мы создаем не делайте так. Это уже полезный совет. Никогда не делайте так. Вы создаете какую-нибудь переменную там d, говорите, что d там, например, является товарищ или господин, обращение, товарищ. И потом вот здесь дописываете var d плюс n, может быть, там еще дописываете какой-нибудь пробел. так вот, И теперь обратите внимание, что произойдет, когда мы будем это делать все в браузере. Смотрите, привет, товарищ Петя. n это локальный, d это какая переменная? Естественно, глобальная, она определена в глобальной области видимости скрипта. А мы ее используем. и подвох заключается в том, что если я сейчас возьму эту функцию и кому-нибудь отправлю, вы можете просто забыть, что у вас есть переменная d. А если у вас переменной d не будет, я закомментировал ее, то у нас вот здесь ничего не напечатается. А почему? Да потому что использование неопределенной переменной, в данном случае глобальной, приводит к ошибке, которая останавливает работу нашего интерпретатора джаваскрипта. Очень плохо не следить за областями видимости, очень плохо использовать глобальную область видимости перемена внутри самой функции. Будь предельно аккуратной. Это очень такой тонкий, сложный момент для начинающих, для тех, кто уже занимался достаточно должен быть понятный. вот, я еще раз хотел о нем напомнить. Ну, что ж, двигаем дальше. Теперь по поводу объектов. Поскольку время у нас не так уж много, уже смотрю, скоро у нас еще временные вопросы, хотелось бы посвятить, и тема про объекта достаточно сложная, я решил делаться здесь достаточно общими вредными советами. Первый вредный совет это старайтесь решать задачу без объектов, потому что так проще. И здесь серьезно потво вкроется. Дело в том, что когда вы решаете задачу без объектов, например, вы решаете задачу с объектами. Начнем с этого. Например, мы решаем задачу с объектом, который будет считать ипотечный платеж. Говоря о нем, потому что прямо на первом занятии обычно основ мы этими вещами занимаемся. Если вы создадите объект ипотека и у него вы создаете кучу свойств, то сколько переменных у вас будет в глобальной области видимости скрипта? Сколько у вас будет переменных? У вас будет одна переменная. Итак, вы решаете задачу с одной глобальной переменной в вашем скрипте и это считается очень здорово. Чем меньше глобальных переменных, тем лучше. Вариант второй, с чего мы начинали наш сегодняшний разговор. Вы создаете кучу переменных. Казалось бы, вы все делаете правильно, но их четыре штуки. А что если вы подключите чужой JavaScript, который будет содержать переменную такую же например n или a? У вас начнутся проблемы. скрипт начнет работать не так, как хотелось бы. И это только лишь на маленьком примере с ипотекой. Если у вас сложная задача, расчет какой-то сложной формулы, огромным количеством параметров. Такую задачу решать с отдельным набором переменных очень сложно. Ну элементарно. У вас есть интернет-магазин с 50 наименованиями товаров и у каждого товара есть цена, цвет, вес. Уже получается порядка 150 переменных. Если вы их отдельно будете записывать, ваша жизнь превратится в тихий урок. Никогда не практикуйте. Пожалуй, это самый мощный вредный совет из всех, которые сегодня прозвучали. Многие у нас слушатели, приходя на курс, предполагают, что пройдя курс, сразу все пойдет, сразу можно на собеседование идти, как бы не так. Курс дает большой пинок, большое ускорение на начальном этапе изучения языка, помогает справиться с первоначальным проблемами с JS, помогает быстренько настроиться на рабочий лад, получить от меня классные задачи, выполнить их, но без практики никуда. На курсе обязательно практика бывает, но это не исключает работу самостоятельно. И следующий совет, рядом же идущий, это не читайте книги с четвертого слайда. Они очень хорошие, написаны очень опытными авторами и дублируют все то, что в принципе есть в мире JavaScript. Конечно, это очень вредный совет. Постарайтесь отнестись к нему правильно и обязательно имейте на своей книжной полке одну из подобных книг. Ну и последний слайд нашей презентации вредных советов. Никогда не изучайте JavaScript в библиотеке. Я думаю, вредность этого совета налицо видна. Если мы откроем какой-нибудь сайт с вакансиями для разработчиков на JavaScript, вы обязательно увидите кучу требований к самым разным библиотекам. И jQuery, и jQuery UI, и XJS. Их очень много, и Backbone, и Angular. Некоторые из них более простые, как Undesco, ее можно изучить, пройдя по ссылке вообще за полтора часа у нас был бесплатный вебинар некоторое время назад. jQuery уже посложнее, Backbone, у нас даже такого курса пока что нет. Но это все очень интересная тема, и владея какой-нибудь библиотекой, вы становитесь более конкурентоспособны, и можете быстро влиться в работу той или иной команды, или использовать разработки в своей работе. Не вступайте в клуб выпускников специалиста, не обсуждайте непонятные моменты в нашей группе ВКонтакте, которая предназначена для выпускников, и у нас сегодня уже была озвучена. Не решайте задачи для собеседований, там просто ссылка на поисковую систему, по фразе задачи для собеседования, рекомендую, конечно, если особенно вы в поисках работы, или озадачены, смены ее, или первый раз вообще ищите работу на помощи JavaScript разработчика, конечно, надо познакомиться с задачами, которые могут встречаться, это обязательно. Ну и мы не можем не сказать, когда ближайшие курсы у нас стартуют по базовому JavaScript, это традиция на бесплатных вебинарах, 21 июля, 25 июля, немножко в разных темпах у нас стартуют основы JavaScript разработки, конечно же, я не стал здесь описывать все подряд курсы, которые у нас есть под JavaScript, а у нас есть еще расширенный JavaScript, jQuery, Ajax, Knockout, кого пугают названия, не пугайтесь, просто зайдите и посмотрите, что делают те или библиотеки. Ну а кто уже наслышан, либо планируете посетить их на курсах специалиста, либо озадачитесь книжечкой, правильными нужными сайтами и начинайте поскорее заниматься этими вещами. Ну и у нас традиционный слайд с вопросами, если у кого-то возникли вопросы по вредным советам, которые я сегодня озвучил, я буду очень рад и готов ответить на них. Пожалуйста, если вопросы есть по каким-то моментам, которые сегодня были озвучены. А, всего понятия. Спасибо, Олег, большое. Уважаемые слушатели, я еще несколько минут все равно буду ждать ваших вопросов. А также у меня есть еще один очень вопрос практически личного плана. Я периодически интересуюсь, а по какой теме можно было провести те или иные вебинары также бесплатно. Они нечасто проходят, но я могу запланировать и как-то ваши интересы могут совпасть с моими и мы можем встретиться еще раз побеседовать не просто, например, как сегодня по перечню вредных советов, а более как-то направленно. Единственное условие, что эта тема должна во-первых, быть связана как-то с курсами, но не освечивать те или иные темы именно курсов в самом специалисте. Скажу так, что в последнее время интересна работа над игрушками, работа над физикой, физикой движения, гравитация, анимация. Если у вас какие-то есть темы интересные или вы хотели бы, чтобы я их озвучил, пожалуйста, напишите мне сейчас, я попробую взять заметку. Пожалуйста, если есть вопросы, жду вас. С ивенту непонятно, да? Евгений задает вопрос. Так, ну что ж, пока других вопросов нету, я попробую ответить на вопрос по ивенту. Значит, Евгений, поскольку поскольку я не совсем знаю, как у нас основная часть наших слушателей знакома с работой с DOM-BOM, это основные модели, BOM это браузерная объектная модель, DOM это объектная модель документа, я попробую привести пример какой-то свой собственный, может быть, еще раз что-то повторю, хорошо? Итак, значит, в чем идея? Допустим, допустим, у нас с вами есть допустим, у нас с вами есть какая-то какая-то переменная D, А, именно относительные E, если относительные E, тогда придется задачку все-таки наверное в QDP еще раз прописать, дело в том, что если относительные E, то нам нужно все-таки хотя бы какую-то вещь написать типа скажем чего? ну типа например типа кнопки я напишу скорявую кнопочку опять же стараюсь чтобы у нас все по времени побыстрее было кнопка вот у меня сейчас кнопка вот здесь вот должно появиться вот она при нажатии у меня должна выполняться будет скажем так ай я сейчас секундочку 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 не 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 так не пройдет сейчас чуть-чуть по-другому ID равняется ID равняется чему? ну например SOM теперь вот здесь теперь вот здесь вот вот тут я говорю варсом продляется документ я не буду комментировать что у меня сейчас вот здесь записывается напрямую к сведению что у нас есть вот здесь вот некоторый объект сейчас мы посмотрим он у нас ловится да и вот здесь в гене смотрите у нас появляется он клик равняется function 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 E и вот так вот он уйдет видите да вот я беру и говорю alert E есть такой нажимаю хлоп видите у меня отрабатывается что это мышиное событие я говорю что мне нужно сохранить кусочек кода он сохраняется вот с таким вот набором я могу вам все его отправить сейчас вот так вот а теперь я попробую этот наборчик открыть в explorer причем желательно в старом причем ну так чтобы хотя бы там девятка что ли сейчас посмотрим какой у меня explorer стоит секундочку средства разработчика так не понял а ну у меня по-моему старые есть и говорю откройся тот же самый фрагмент откройся тот же самый фрагмент да проверяем что тут у нас произошло показать так стоп секундочку что это у нас что-то у нас вообще не хочет работать не то не то что там наш код от самого кода пена не хочет работать вот номер ну что поделать номер ладно сейчас на вопрос постараться все равно ответить я это сделаю тогда на локальной страничке запускаем хроме секундочку и кодировочку Кнопка Тогда сработала Теперь запускаю это в Explorer В целях Разрешить заблокированные сдержимы Нажимаю А он мне что говорит Он мне говорит Он не знает что Это у нас событие Просто в Explorer Он тупо не понимает этого фрагея Но в Explorer он понимает ивент Обновляю Нажимаю Он пишет что-то осознанное Открываю Нажимаю Кстати говоря В хроме он подхватил Поэтому я беру и говорю Чтобы совсем так красиво было Кроссбрансер Е Или Ивент Теперь смотрите Если я Это дело запускаю в хроме У меня срабатывает вот это Вот это штрушное Это будет трушное Оно будет заполнено А это будет Каким-то пустым Undefined Сработало Запускаю в Explorer Обновляю страничку Запускаю Вот это Вот это Для Explorer Мы видели Undefined Но у этого тоже срабатывает Какой-то Object пишется Потому что Вот это Не фолсовое Логическое сложение Ищет первое Истинное Вот он Первый истинный Объект То есть Результатом будет Не true или false А какой-то Объект Вот такая Вот Вот такой вот Ответ Ваш вопрос Я успел набросать Надеюсь Очень Развернутый ответ Сейчас Сюда И вот Вот так Так Следующий вопрос Так Следующий вопрос Огромное спасибо За сегодняшний вебинар Будет ли продолжение Курса По Canvas Александр Действительно Спасибо Что помните Про первый вебинар Про Canvas Я планировал Выпустить Второй вебинар Но у нас Некоторое время назад Случилась радостная новость У нас Вышел курс HTML5API Где Работа с Canvas Рассматривается То есть Я полагаю Что мы Если будем Canvas Теперь трогать То только В каком-нибудь Таком Ключе Типа А как создать Какую-то хитрую штуку Хитрый рисунок С условием Что мы с Canvas Уже сталкивались Вот так Не успели мы Довершить начатое Спасибо за вопрос Олег Олег Изыскали Нет Завечки Интересую С пару Был бесплатно Но ссылку Мне на нее Так и не прислали Ага Олег Я понял Взял на заметку По PHP Хорошо Взял на заметку Насколько мне Известно На следующий момент PHP Могу Встроить самостоятельно Но все-таки Интересно Где могут быть Неожиданные дыры И прочее Подон Я понял Я понял Так У нас Ссылочка Сейчас я попробую Посмотреть Что там Программистом Стилкод игры В один твит Да Ну это конечно Это конечно Теревер Ну ладно Посмотрим Спасибо Так Товарищи Еще вопросы Пожалуйста По-моему Я ответил На все Если кажется По-моему Так Про инъекцию Сказал Про канва Сказал Так Ну что ж Я всех благодарю А будут ли курсы По AngularJS Это вопрос Александр Александр Ответственно Заявляю Что в данный момент В свободное время С трудом Мало Времени Свободного Введу Разработку курса По BackboneJS Angular Мы посчитали Достаточно Неподъемным Не в том смысле Что в нем Нам тяжело Забраться В том смысле Что Во-первых Там происходит Достаточно Частое изменение То есть Нам придется Презентации Достаточно часто Обновлять Это раз Второе Курс Достаточно Специфический Он Относится К тем курсам Про которые Можно сказать Следующее Что Новички Придя на этот курс Будут чувствовать Себе неуютно А те Кто Может Разобраться С этим курсом Они обычно Разбираются Самостоятельно Такая вот ситуация Достаточно Скользкая Да Придет Опытный человек И придет Новичок Новичок Не поймет Ничего Опытный Будет Обижаться Что Мы Задерживаем Поэтому Я прогнозирую Что в ближайшее По крайней мере Время Курсов По AngularJS Не будет Ну и кроме того У нас Кто Ищет разные Способы Самообучения Наверняка Знает Что у нас Есть Всякие Разные Сервисы В том числе С бесплатными Курсами Один из них Это Microsoft Виртуальная Академия Я Насколько Помню Там что-то Было По AngularJS Или Microsoft Академия Или Кодышу Там Классно Курс Есть по AngularJS Так что Если что Можно воспользоваться У нас К сожалению Пока В ближайшее Время Не планировалось Спасибо Спасибо За вопросы Уважаемые Слушатели Очень благодарен Что вы Нашли время Прийти на Семинар В наше Время Время Драгоценный Продукт Надеюсь Вы Посетите Наши Следующие Вебинары Осенью Планируется Что касается Моих Тем Также Следите За Вебинарами Наши Другие Преподаватели Если У вас Будут Вопросы Или Пожелания По Темам Вебинара Вы Можете Обращаться Даже Мне На почту Единственное Что Ни по Каким Другим Вопросам Я не Консультирую По почте Потому что Есть группа Вконтакте Для Впускников И Признаться В последнее Время Количество Вопросов От Впускников Достаточно Большое Поэтому На вопрос По почте Я В последнее Перестал Вот На этот Емейл Можно Писать Тему Вебинара Если Они будут Нам Мне Интересны И Будет Подходить Время Вебинара Я постараюсь Всем Огромное Спасибо Всем До новых Встреч Удачных Удачной Работы Удачного Рабочего Дня И Вечера И Следующих Дней Всего Доброго Спасибо До свидания